Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Андреэл, и в этом видео мы посмотрим на силу магнитиков маленьких. И действительно ли железо усиливает силу магнита? Ну, это и так понятно. Но насколько в цифрах? Есть теслометр снова, и давайте посмотрим. А потом я проведу такой эксперимент, что посмотрим мы, насколько у нас уменьшается сила магнита, да, и уменьшается ли, если магнит, например, совершает какую-то работу. Я сделаю так, что вот этот вот магнитик будет постоянно притягивать вот такой металлический брусок трансформаторной стали. При этом, что магнит как бы будет постоянно испытывать силу притяжения. То есть магнит будет как пружина своеобразная, но только на притяжение. И мы будем периодически смотреть и проверять, тратится ли магнитная сила самого магнита. Это мы и будем выяснять. Так, давайте посмотрим силу магнита. Так, где-то 210 миллитесла у этого магнита, у второго примерно то же самое. Так, теперь давайте один магнит просто отнимем в сторону, туда на железяку, и приделаем ее примагнитом к металлическому бруску трансформаторной стали. И давайте посмотрим, изменилось ли что-то с магнитом с точки зрения циферок. Так, подносим, и смотрите, а магнит-то усилился, причем даже с той стороны, где металла нету. 250 миллитесла стало. Давайте посмотрим, что с другой стороны. Так, с этой стороны у нас на самом деле стало слабее, потому что, смотрите, вот этот брусок больше, да, и магнитное поле как бы по нему рассеялось получается. То есть магнит намного слабее стал. Так, давайте теперь отсоединим и посмотрим, что покажет магнит в одиночном состоянии. Где-то 200 миллитесла, ну плюс-минус. Там если искать какие-то грани, то можно попасть в совершенно другие цифры. Так, ладно, давайте следующее посмотрим. Что вот с этим вариантом? Огромный металлический брусок, тот же самый магнит, и подносим датчик. Смотрите, уже 270 стало, почти 280 миллитесла, то есть намного больше. Так, давайте возьмем два магнита и посмотрим, что у нас из этого получится. Просто сплюсуем их. Что у нас получится? Как думаете? Пишите в комментариях. Смотрите, еще сила улучшилась, увеличилась, уже 350 миллитесла стало. То есть если тут найти какую-то золотую середину, скажем так, то можно получить очень интересные цифры. 360 миллитесла. Так, а если мы возьмем вот такой лист трансформаторной стали, и положим между ними. Как думаете, что теперь произойдет? Давайте посмотрим. Вот так его кладу где-то посередке. И кладу магнитик. Вот так же. Так, ваши ставки, господа. Сила магнита, наоборот, уменьшилась. Видите? Вот такие, ребята, непростые магниты. Вроде казалось бы, все просто, но нифига не просто. Так что лучше всегда проверять с помощью всяких таких устройств. Потому что, как говорится, в школе говорят одно, а по факту может быть совершенно другое. Так что, друзья, вот такой вот эксперимент. Ставьте лайки, подписывайтесь, и увидимся на канале. До скорых встреч. Пока-пока.